Здравствуйте, мои дорогие рыбы! Давайте сегодня на колоде Таро, на колодах Таро, посмотрим, что ожидает рыб в январе 2023 года. Какие будут для вас события? Давайте посмотрим. Итак, достанем для вас 5 карт. 5 карт на январь месяц. Рыбы, 2023 год, январь. Итак, такая прекрасная карта семьи. Карта счастья, любви в семье. Именно любви, именно хороших отношений в семье. Еще карта, опять карта семьи. Посмотрите, здесь уже, конечно, о семье говорится больше, как о семье в достатке, живущей в достатке, в благополучии. То есть, ориентированные рыбы у нас будут на семью в этом месяце. Восьмерка жезлов. Это какие-то события будут происходить быстрые, молниеносные, скоростные. Видите, как вихрь закрутится, закрутится, какие-то события побегут. Пятерка кубков, отказ от чего-то, оплакивание чего-то. Сейчас посмотрим, от чего оплакивание. И ярофант. Ярофант – это как учитель, как наставник. А также ярофант – это у нас, что мы извлекаем какой-то урок из жизни, берем. Мы учимся мудрости, правильно принимать решения. Так, по ирофанту мы себя, видите, в чем-то сдерживаем, соблюдаем это сдерживание. С чем это связано, я хотела бы посмотреть. То есть, рыбы и хотели бы рвануть вперед каким-то новым начинанием, но бояться, сдерживать себя, бояться, что это будет начинание, которое разобьет им сердце, не принесет плодов своих. Да, бояться какого-то подвоха. Да, бояться, что это розовые мечты и розовые начинания. Понятно. Поэтому здесь идет у нас ярофант. А к чему я хотела еще посмотреть у нас эти отказы от кубков. Смотрите, опять недовольство, отказ. Здесь говорится о том, что женщина, которая в семье, именно потому что пентаклевая женщина, женщина замужняя в семье, будет принимать решение по какой-то ситуации, которая висит, который ее буквально связывает по рукам и ногам, как она думает. Решение, связанное с детьми. Решение, связанное с детьми. То есть, возможно, вы хотели какого-то определенного будущего для своих детей, для своего ребенка. Здесь вот показан у нас один мальчик. То есть, возможно, это для подростка, для более уже зрелых детей, которые уже учатся где-то в институте там или еще где-то, да, где-то работают. Вот. И здесь будет женщина принимать на себя ответственность, принимать какое-то решение. С чем оно связано? С какими-то манипуляциями, с каким-то выбором этого ребенка. Будет пытаться себя сдерживать, да? Пытаться сдерживать, потому что это тяжелое решение, которое дастся ей тяжело. Бессонные ночи, расстройства. Вот. Здесь могут быть проблемы. Здесь вот поскольку вот Паша у нашего вышел главный, да? Паша с кубком. То Паша с кубком – это человек достаточно такой дружелюбный, веселый, молодой. У него куча там знакомств. Он активный, у него творческая энергия из него хлещет. А также это эгоистичный, легкомысленный, инфантильный, избалованный, может быть, молодой человек. Здесь какая-то, может быть, изоляция его происходить от другого общества. Может быть, у него какой-то имеет, какой-то не такой, допустим, у него больше творческой энергии. Он более, не знаю, женственный, чем нужно для мужчины. Он более там активный или так далее. То есть какая-то вот будет проходить разность, которая вот мама здесь будет задумываться и думать, принимать эту версию себе, принимать этот выбор ребенка. Может быть, ребенок придет, скажет, я не решил, отучился полгода, решил бросить институт и пойти, я не знаю, в другой институт или вообще уйти работать. То есть с каким-то выбором мама будет мириться и вот тяжело мириться. Тяжело мириться. А здесь у нас какие-то начинания, которые бы хотелось бы рвануть, начать делать. Но не осмелится рыба, потому что их пугает, что в конце они не смогут добиться результата. Да, что это розовые фантазии, что это мечты. И нам карты говорят, что это тайна, не хотят нам раскрывать, о чем конкретно тут рыба. О чем конкретно рыба тут мечтает, но будут обращаться в том числе и за помощью к высшим силам, к Богу, да, потому что Ерофант это у нас священнослужитель. То есть спрашивать какого-то спокойствия для себя в этой жизни. Так, теперь давайте смотреть, что у нас дальше. Любовь идет, да? Любовь и любовные взаимоотношения. На январь 2023 года. Рыба, любовь, любовные взаимоотношения. Смотрите, какой туз тут у нас прыгает. Туз Пентаклий. Туз Пентаклий прыгает. У кого-то есть, будет шанс, шанс от жизни. Это не значит, что он валяется на дороге, его еще надо уметь взять. Но это большой, хороший шанс от жизни. Знаете, как в песне поется старый. Не той бы улицы прошел, тебя бы не встретил, не нашел. Представить страшно мне теперь. Да? Так и здесь представить. То есть кому-то откроется шанс встретить своего человека в жизни, найти свою дорогу, найти свой путь. Так, что еще тут? Да, колесо фортуны у кого-то закружится. И у кого-то откроется шанс встретиться. Кто-то будет сидеть, смотреть что-то там, высматривать, подглядывать, искать какую-то информацию, выуживать эту информацию, пытаться найти... Ну, это у нас шпионаж такой, да, поиск информации в разных целях. Не обязательно в благих целях. Это может для того, чтобы было чем оперировать, было чем отвечать противнику. Так, дальше у нас идет карта семьи, построения семьи. Здесь, видите, отец построил домик на дереве, ребенок радуется. То есть для семейных людей, у кого все в порядке в семье, с детьми у тех будет все хорошо. Те, кто ждал шанса от жизни, возможности познакомиться. Тут вам говорят, да, фортуна на вашей стороне, шанс идет от жизни. У вас есть возможность познакомиться, не сидите дома. Тот, кто ждал... Тот, кто у нас тут шпионит... А с чего шпионишь-то? А, пятерка мечей. А пятерка мечей у тебя? Это какая-то, знаете, первая победа непонятная. Из-за чего такая победа-то произошла? Кто кого победил? Опять карта победителя. Из-за каких-то манипуляций. То есть у кого в отношениях были непонятные отношения, то есть то вместе, то не вместе, то мужчина или женщина пришел-ушел. Непонятно, то он любит, то он не любит. То вот здесь вот как раз и говорится о том, что хочется больше информации узнать друг о друге, да? Потому что непонятно, что это за такие по карте магу как раз-таки манипуляционные отношения. Так, еще что тут? Ой, девятка мечей. Это такая достаточно тяжелая карта. Что еще тут? И король мечей. Ну, кто-то тут у нас находится в состоянии конфликта. Давайте разберем, с чем связан этот конфликт. Из-за чего этот конфликт идет. Из-за какой-то ситуации, которая зависла, не решается с каким-то мечевым королем, да? Почему не решается? Слушайте, ну, прям вот по карте суда, по какой-то вот справедливости она не решается. Что за король? Ой, король. Король, что за король? Король выходит. Мечевой король, который на самом деле же злый король. Вот у кого-то ситуация, в общем, не решается с этим мечевым королем. Сейчас он проявляет холодность свою, закрытость, отстраненность. Вам это приносит. Это карта переживаний. Переживаний, когда ночью не спишь, переживаешь. Когда думаешь, много чего обдумываешь. Здесь, кстати, у нас эта же карта выходила на карту ребенка и отказа от чувств. Так что, возможно, здесь, здесь я забыла поговорить, что это не просто так. Это ваша карма, это ваша судьба, это не избежать этих событий, это кармические события. Хотите вы этого или нет, но это идет в вашу жизнь. То есть нужно принять, понять, взять на вооружение. Да, и вот эта карта опять спрашивает. А мечты, фантазии нужно уметь сдерживать. Мечты, фантазии нужно уметь сдерживать. В общем, большая запутанная ситуация. У кого семьи, у тех все в порядке. Кто там расстался, кто, точнее, встречается, не встречается, непонятно. То приходит, то уходит его вторая половинка. Здесь какой-то шпионаж, слежка друг за другом, выяснение правды, манипуляции. Кто хочет познакомиться, тому идет шанс удачи от жизни. У кого какие-то проблемы тут с каким-то мечевым королем, здесь, говорят, ситуация не просто так в вашей жизни. Это кармическая ситуация. Вы, конечно, хотели бы вот так, как розовые мечты, но надо уметь сдерживать. Эта ситуация приносит вам много переживаний, страданий. Но это справедливая ситуация. Вот карта так нам это все рассказывает. На дне колоды, смотрите, карты семьи. Десятка пентаклей. Вот такая же точно карта, как здесь. Она говорит о хорошей крепкой семье, о хорошем достатке в семье, о любви в семье. Поэтому те, кто в браке, кто в семье, у тех все хорошо. Те, кто хотел познакомиться, у них есть все шансы познакомиться. Там и колесо судьбы, и туз, пентаклей. Туз, пентаклей – это вообще самая удачная карта из всех младших арканов. А это колесо фортуны, когда удача поворачивается к вам лицом. А у кого идут сложные отношения, тех приглашаю ко мне на расклады ежедневные. Там я делаю, каждый день смотрим его чувства, его мысли, его действия. Все это меняется каждый раз. Так, теперь смотрим здоровье. Здоровье для рыб. Что нам тут карты подскажут? Здоровье для рыб. Что у нас тут? Ну, смотрите, это карта встречи, то есть у кого были сложные, непонятные пока действия с лечебными организациями, куда пойти, где найти специалист, то вот здесь карта говорит о том, что вы найдете, встретитесь, наконец, друг с другом, друг друга увидите, услышите, найдете друг друга. Дальше карта идет солнце. Карта шестерка пентаклей. Ну, это карта говорит о том, что вы будете как-то больше сосредоточены не на своем здоровье, но на здоровье своих детей. Потому что сейчас идут простудные заболевания, и вы будете больше сосредоточены, у кого дети, да, чтобы дети не болели и так далее на этом вопросе. А также, может быть, вам, у вас хотелось бы продолжение рода там, либо собственных детей, либо внуков, вот здесь тоже об этом говорится. Королева пентаклей там у нас выходила, да, когда мы спрашивали. Карта колесницы. Так, это мы про здоровье спрашиваем. Ну, вот что касаемо финансов, как я говорю, королева пентаклей, это замечательно. Видите, это достаточно денежная карта, она вся в деньгах сидит, в роскоши. А что касаемо здоровья, то с королевами всегда похоже, потому что, ну, королевы достаточно старые, дряблые женщины. Поэтому здесь следите, пожалуйста, за своим здоровьем. Это и зрение, и колени, и суставы, и спина, и, может быть, даже проблемы с геморроем у кого-то проиграться. Ну, и опять здесь у нас показано все-таки, как и не старайся, опять показано, что какие-то проблемы, связанные с детьми, здесь больше будет рыба волновать с их собственными детьми. Так, давайте посмотрим теперь финансы. Финансы, финансы. Что нам рыбы для рыб расскажут по работе, по финансам, по заработку? Ну, я вижу, что здесь вот очень хорошие карты идут. Это королева пентаклей, вот это десятка пентаклей. Это, говорит, хорошая финансово-устойчивая карта. Это хорошая финансово-устойчивая карта, не говорит, хорошая финансово-устойчивость. Так, все, сосредоточились, поехали. Ой, опять, видите, и опять королева пентаклей. Здесь была у нас королева пентаклей, здесь, когда мы спрашивали, выходила королева пентаклей. То есть хорошая финансовая устойчивость. Вы, естественно, будете работать, с неба это все не падает. Зарабатывать, но будете хорошо зарабатывать, хорошая финансовая устойчивость. Да, достаточно будете зарабатывать, чтобы будете даже делиться, возможно, покупать кому-то подарки, оказывать кому-то помощь, поддержку. В общем, карта такого обмена. Есть какие-то фантазии у вас, мечты по, видимо, заработкам, реализации чего-то. Император, прекрасная карта, это еще более удачная карта, успешная. Финансово-то подкрепленная, крепкая карта. Император, общество, целая империя у нас, человек. Вот. Возможно, в вашей жизни начнутся какие-то новые движения, новые потоки денег вам присоединятся. И пятую карту, последнюю отставим. Делал. Делал. Ну, дать смотреть, что делал-то пришел. Делал-то искушение. Какие-то искушения, потому что у вас есть здесь мечты, хочется быть на коне императора, и идет дьявол. Возможно, кто-то будет думать, как ему воспользоваться какими-то возможностями, которые принесут ему большие деньги. Значит, к вам будет идти какое-то предложение от пары людей, будут забрасывать вас какими-то скоростными сообщениями, рассказывать о большинственных возможностях. Но это возможности не божественные, принесут вам вот эту тяжелую ношу, тяжесть закончится этой тяжестью. И закончится это плохо все это, закончится тем, что можете даже потерять тот проект, который имеете. Поэтому по дьяволу не ведитесь, пожалуйста, не ведитесь ни на какие соблазны, ни на какие скоростные, быстрые заработки денег, молниеносные. Как известно, да, не хватайтесь за этот туз, это туз, это не туз, это обман вас, это обман, говорит, вот, обращайтесь к Богу, говорит, за помощью, это не нужно втягиваться в это. Вот, захочется быть победителем, в итоге будете вот, вот смотрите, что карта показывает, вот случайным образом просто открыла, захочется быть победителем на коне, а окажетесь вот такой вот закрытой мечевой королевой с закрытой дорогой к себе, понимаете? Вот, будет борьба и страдания. Ну, естественно, очищу дьявол может принести, не будет победы. Поэтому не ведитесь, кто там вам будет рассказывать, что это шанс от жизни, от судьбы, возможность, такой возможности больше не будет, это не заработок для вас. Вы и так очень финансово устойчивы, этого дьявола нужно гнать из жизни своей, не вестись на него. Если вы не поведетесь на дьявола, справитесь или не справитесь, сейчас я спрошу, справитесь или не справитесь. Рыба. Да, многие из вас будут сдерживать себя. Вот опять идут карты, смотрите, хочется быть победителем, вот она, эта золотая рыбка от жизни, но будут многие себе бороться, сдерживать это. Да, бороться, сдерживать в себе это. Молодцы, многие останутся в своем хорошем, нормальном финансовом положении, потому что дьявол это всегда зло, дьявол это всегда что-то нехорошее, да? Вот, дьявол это всегда ложь, обман, предательство, подставы какие-то. Не ведитесь, короче, на дьявол. Все, дорогие мои, финансово устойчивые, слушайте друг друга, любите друг друга, поддерживайте, помогайте друг другу и поменьше летайте в облаках, потому что вы и так финансово устойчивые, вы и так хорошо стоите на ногах. Не надо впускать никаких раздолбаев в свою жизнь. Все, дорогие мои, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всего доброго вам, до новых встреч, пока-пока.